Друзья, всем привет! Сегодня я хотела записать коротенькое видео на довольно-таки важную тему. В предыдущем моем видео мне очень не хватало маленькой силиконовой палитры для смешивания пигментов и эпоксидной смолы. Поэтому я решила сегодня создать такое видео. Я купила вот такие декоративные камушки. Вот так они выглядят. Я решила именно эту форму взять за основу. Поэтому будем использовать именно ее. Также у меня осталась такая пластиковая упаковка от блинчиков. Такие упаковочки я не выбрасываю, поскольку они очень подходят для создания как раз-таки опалубки для силикона. Использовать я буду силиконраббер от Artline. Очень классный силикон, который я использую во всех своих видео. Очень рекомендую. Для начала нам будет необходимо закрепить все наши камушки на пластиковой опалубке. Для этого я воспользуюсь горячим клеевым пистолетом. Либо силиконовый клей, как кому удобнее. Я не знаю, поместятся ли все камушки или же нет, но я размещу столько, сколько уместится. Наносим капельку клея на наш камушек и выкладываем на дно нашей опалубки. Выкладываем не слишком близко к краю, поскольку форма может порваться, когда вы уже будете эпоксидку из нее доставать. Из самой силиконовой формы. Таким же образом выкладываем все камушки. Выложили все камни. Они держатся довольно крепко. Нам самое главное скрепить камушек с дном, для того, чтобы они в процессе заливки силиконом не сместились. Теперь замешиваем силикон по инструкции. Силикон я замешала, но я бы хотела, чтобы мой силикон был абсолютно белый, а не прозрачный, для того, чтобы лучше видеть в дальнейшем на палитре цвет, который я буду смешивать. Поэтому я взяла обычный мелок, которым рисуют дети, канцелярский нож и нарежу на немножко мелкую стружку. Я пока такой способ не пробовала. Не знаю, что из этого получится. В общем, пробую вместе с вами. Ну, мелок, конечно, крупноват оказался, его стружка, поэтому сильно белым силикон не будет. Но все-таки мелкие вкрапления есть. Я думаю, этого будет достаточно. Теперь можем заливать в нашу опалубку. Но перед этим, поскольку я хочу сохранить такой же глянец на палитре, после вынимания камушков, я протру каждый из них спиртом. И заливаем. После того, как наш силикон залит, нам необходимо простучать немножко форму, для того, чтобы вышли пузырьки. Крупные пузырьки мы можем проткнуть зубочисткой или чем-то остреньким. Не забываем, что время жизни данного силикона 20 минут, и что весь силикон должен быть залит в опалубку до указанного времени, иначе он начинает схватываться. В таком виде мы оставляем наши камушки в силиконе на 10 часов. Это полное время застывания силикона данной марки. И, как всегда, советую чем-то прикрыть нашу работу, дабы избежать попадания пыли. Все, ждем 10 часов. Прошли 10 часов. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Такая заливка. Силикон очень плотный. Вот это обратная сторона. Да, конечно, мелок не растворился. Зато получился дополнительный эффект. Я знаю, что можно добавлять титан в порошке. По-моему, он так называется для маловарения. Я раньше, когда варила мыло, его использовала, но он у меня куда-то подевался, поэтому, к сожалению, его использовать не смогла. Так, теперь нам необходимо достать нашу палитру. А палубку, конечно, можно будет еще раз использовать, если она вам нравится в таком виде. Но мне не нравится, поэтому я использовать не буду. Форма получилась тяжеленькая. Ушло на нее 378 грамм силикона. Палитра получается на 15 цветов. Итак, теперь нам необходимо обрезать все вот эти выступающие над стекляшками кусочки силикона. И обрезать это аккуратно. Я беру маникюрные ножнички. Все, как в предыдущем проекте про силиконовые молды. Или же можем сразу достать некоторые стекляшки из формы и обрезать уже по месту. То есть вот эти все части лишние мы обрезаем. Как только я все обрежу, я к вам вернусь. Так вот, я все обрезала. Посмотрите, как замечательно силикон передал глянец стекляшек. Обратная сторона. Очень похоже на форму для льда из силикона. В принципе, кстати, тоже можно использовать. Поскольку данный силикон пищевой. Также в нем можно запекать всякие кексики, всякие штучечки. Но максимальная температура, при которой можно запекать, это 300 градусов. Имейте это в виду. Теперь хочется опробовать ее со смолой. Данную палитру очень удобно использовать для маленьких заливок. Я только что записывала два проекта. Мне нужно будет записать еще один с белым пигментом и лунным. Поэтому я перекладываю цвета в те отделения, которые мне нужны в необходимом количестве. В одном из прошлых видео мне пришлось брать страшные некрасивые баночки от печенек. И они оказались очень крупными. То есть смолы уходят туда больше. Теперь мы совершенно спокойно можем разделить цвета по тому количеству, которое нам необходимо в данный момент. С красителями или пигментами. Также все очень легко перемешивается. И когда смола застынет, мы сможем с легкостью ее оттуда достать. Моя палитра высохла. Теперь можно достать оттуда оставшиеся краски. Смотрите, достается все очень легко. Всякие крупные кусочки можно достать вручную. А мелкие остатки можно промыть в прохладной воде вместе с феерой или с любым выгодным раствором. Вот и все. Палитра вымота и снова готова к использованию. Вот эти остатки пигмента можно протереть спиртом и салфеткой. И она снова чистенькая и как новая. Сушить ее можно на воздухе. Но я рекомендую палитру перевернуть и оставить на полотенце, чтобы водичка стекала. Потому что в таком виде в нее может попасть пыль. И вся эта пыль потом у нас останется в эпоксидной смоле и пигменте. Либо краситель, смотря что вы используете. Я надеюсь, что мое видео было вам полезным и оказалось интересно. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И рекомендуйте видео к просмотру своим друзьям. Все, всем пока!